Меня зовут Костя Иванов, я живу сейчас в Болгарии и радуюсь проходить обучение сейчас в Москве в центре Лоскутовой и знаком с Юанной. Очень интересно получилось, я начал курс массажа обыкновенного лечебного, классического, шведского, еще называют его, не важно. И буквально через несколько дней, два дня после того, как я начал свой, прошел первый мой урок по массажу, мне звонит Юанна, мы с ней до этого были знакомы, были хорошими друзьями. И она говорит, слушай, а я слышал, что ты начал курс массажа. Понимаю, что это такой вопрос, я в течение последнего года очень ищу кого-нибудь, кто бы заинтересовался бы, ну заинтересовался бы мне помочь, и кто бы мог, ну возможности кому позволяют. Надо съездить в Москву отучиться, очень интересный метод, я тебе могу ссылочку кинуть, ты посмотри, если тебе понравится, скажи. Мне не пришлось практиковать много классический массаж, это только была учебная часть на курсах, когда мне приходилось мять тела. Но в этом вся и прелесть, что я мог одновременно сравнивать два метода. Метод BFM выгодно отличается на фоне остальных. Я помню, когда я стоял над телом и мну человека, и говорю, да что бы я так работал. Ну, это издевательство над своим телом, честно говоря. И манипуляция с телом другого человека. Говорить о преимуществах BFM можно много. В общем, это правда отличный метод. Йоанна вообще очень хороший человек сама по себе. Многие её друзья высоко её оценивают. И среди хороших людей, среди хороших таких человеков, некоторые достойны подражания в каких-то аспектах своей жизни. Вот, если подумать о Йоанне, то она достойна подражания в том, насколько она сознательна, усердна и, может быть, внимательна, старательна. Я не знаю, может быть, как-то так. Насчёт себя и своего желания быть здоровой. Это все замечают, и Надежда говорит, что это на самом деле человек, который хочет быть здоровой. И целый год жизни её прошедшей, мы с ней работали в 64 сеанса было, она приезжает ко мне из-за моего графика, она не может приезжать теперь в любое время, когда ей удобно. Она приезжает ко мне два раза в неделю, в 8.30 утра она должна быть уже у меня. Человек на костылях, зима, слякоть, ветер, снег, скользко, рано встать, тяжело, поздно легла, мало спала. Это всё есть, но этого нет для неё. Человек, который на самом деле хочет, она вот в этом отношении, она пример, очень многим она пример насчёт своего настроя и желания быть, чувствовать себя лучше. Она на самом деле этого хочет. Так же, как и Иоанна, с желанием. Подходить с желанием. Если кто-то из тех, кто не очень здоров, не хочет выздороветь, внутри искренне про себя, он не хочет выздороветь, ему нравится, что всё о нём заботится, что у него меньше ответственности, или что не нужно брать на себя лишнюю ответственность, то, может быть, такому человеку стоит подумать о преимуществах не только внутреннего такого взросления в отношении ответственности. Ну, то есть, выздоровление, оно несёт последствия. Надо теперь быть самостоятельным, искать работу, трудиться, зарабатывать, заботиться о других уже. Не о тебе, а ты о других. Это может пугать. Но в этом случае, может быть, стоит кому-то подумать о том, что в взрослой жизни у неё есть не только ответственность, но и радость. Взрослый человек может позволять себе радости, которые ребёнок не может себе позволить. И тогда становится больше желанием, может быть, захотеть внутри выздороветь, ну, а после этого просто прийти, отучиться или приходить на сеансы в зависимости от состояния человека. В общем, надо сюда приходить, учиться, и всё будет. Это отличный вопрос. Я очень рад, что ты спросил, я не ожидал, но мне очень хотелось об этом сказать. Я хотел сказать про двух женщин, очень, очень, которые меня порадовали тем, как всё прошло. Обе прошли почти полный курс, 10. Одна могла себе позволить, другая чуть поменьше. И первая женщина средних красивых лет, она сказала мне после семи сеансов, она сказала, пришла страшную боль в спине, не могла работать, не могла наклоняться, ничего не могла. И потом говорит, Костя, знаешь, как я поняла, что я поправила себе здоровье, самочувствие, что мне легче и лучше. Я это поняла, говорит, когда я стою, блинчики пеку и пританцовываю. Она говорит, когда я поймался на мысли, что я пританцовываю около плиты, когда делаю блинчики, я поняла, что всё. Всё, вот оно, да. И она так это искренне рассказывала, что это прям всё ещё во мне. Это такая радость, которая остаётся. А вторая, тоже хорошая девушка средних лет, она пришла после 10 сеансов, вернулась, подошла к зеркалу в салоне, где делали сеансы, стоит так и так присматривается к себе, присматривается, смотрит и так, и так, и так. Потом, Костя, знаешь что, что у меня такое внутреннее чувство, что очень красивое. У меня внутреннее чувство, что я очень красивый. Это то, о чём мы говорим. Когда в теле хорошо, сигналы идут в ум положительный, что будет хорошо, или мне хорошо, что... Как это описать? Это можно описывать, но лучше яблоко попробовать, чем просто рассказывать, как оно вкусно. Это очень вдохновляет, это очень приятно. Да, жизнь полна стрессов, беспокойств, тревог. Кроме хороших советов, которые я читаю в одной мудрой книге, БФМ мне помогает тоже в теле не накапливать лишнее напряжение. Ну, этому лучше тоже. Как не накапливать и себе, и другим помогать. Если даже ты их случайно взял, накопил, то как их скинуть? Ну, лёгкий пример. Кошка выпрыгнула из мусорного бака. У нас в Балгарии это часто. Идёшь вечером, ба, и кошка вот такая выпрыгивает из бака мусорного. Там их очень много. И это постоянно оставляет спазм. Грудная клетка или вовнутрь, или застываешь на... Не можно снять. Ох, как я испугался вообще. Это вылетело, да, вообще. И ушло. Всё. Не осталось. А потом и сердечко хорошо работает, и с давлением проблемы нет. Помогает. Чувствуешь себя лучше. Да. Мы начали своё сотрудничество с Юаной с того, что она предложила мне оплатить обучение. Это очень важный аспект, который я не упомянул, но это на самом деле показывает, что человек заинтересован в своём здоровье. И она оплатила мне 6 ступеней плюс 2 дополнительных семинара психосоматика и биодинамика. И потом, ну, мы уже с ней там разбираемся, да, у нас свои счёты, которые мы ведём. В хорошем смысле. Это, опять-таки, ей в похвалу, что она готова, ну, невозможно получать, ничего не давая, да. Ты сначала дай что-нибудь, пожертвуй, да, приехай там или заплати, или, да, организуй, и потом уже пользуйся хорошим. Катаясь на станочках, после того, как поднялся на горку, да. Но после этого прошёл 8-9-10 ступеней. Уже упомянул биодинамика, психосоматика, мочеполовая. И сейчас я на стопы, часть 1-го, колено. Перспектива всё это применять, потому что очень много друзей, клиентов, у которых есть потребности, теперь в том, что я уже умею. Это потрясающе, потому что мы теперь учимся лепить тело, чтобы тело было эстетически красивым. Не просто здоровым, а ещё эстетически красивым. Ну, это верхушка просто, ну, вверх. Спасибо Надежде за прекрасную организацию всего процесса. Она не только учитель прекрасный, но и руководитель центра. Она так и называется, ещё и руководитель центра. Все трудятся слаженно. И когда каждый в центре прикладывает усилия, чтобы хорошо делать свою работу, то обучение становится очень предрасполагает всё взять, что тебе дают. Так что спасибо всем специалистам и на рецепции, и тех, кто нас кормит за заботу о нас. Спасибо. 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 Спасибо.